Сегодня у нас замечательный выпуск, который называется «Как сделать чердачную лестницу своими руками?» Отвечаю заранее, не получится. Братцы, но прежде чем мы начнем, я не могу вам не похвалиться вкусняшками, которые в очередной раз привезли с нашей пасеки. Друзья, у нас, кстати, сайт изменился, жарковский-мед.рф, вот тут написано. И он теперь, ну я не знаю, должны были запустить. Он стал просто красивый, классный, воздушный, приятный. Рекомендую всем его посетить. И самое главное, что веб-дизайнер, который этим сайтом занимался, это мой друг хороший. И если вдруг вам понадобится обновить ваш сайт, обращайтесь, я вам помогу с контактами. Начинаем, поехали. Короче, два года назад я собрал лестницу себе на чердак. Собрал ее сам, вот видос, кстати. Вот здесь будет видео, как это все делал. Но мне она с первой же зимой разонравилась. Беда в том, что она подтекает. То есть, когда опускаешь эту ручку, вот тут прям все текло водой. На холодный чердак построил еще дополнительный короб, но это ничем уже не спасало ситуацию. Короче, я сейчас буду демонтировать и что-то с этим делом придумывать. Соберу сходни и буду здесь ее, в общем, переделать, потому что в эту зиму с ней идти уже нельзя. Друзья, в общем, наша задача сегодня смонтировать нормальную чердачную лестницу. Как показала практика, сделать лестницу своими руками не так уж и просто, тем более не было у меня определенных станков. Делал я все это на коленке, у гаража, осенним приятным вечером, но тем не менее не на верстаке, без фрезеровщика и так далее. Это сейчас у меня уже есть весь инструмент для необходимых этих работ. Но я посчитал, что купить фирменную хорошую лестницу намного выгоднее и эффективнее, чем пытаться сделать ее своими руками. Своими руками, конечно, стоит. Пробуйте, друзья, наверное, у вас получится. Но так как задача у меня в этом году просто море, переделывать данную лестницу для меня стало не очень таким полезным мероприятием. В общем, я буду ставить фирменную. Полазили мы по интернету, посмотрели различные варианты, которые предлагаются сегодня у нас на рынке и увидели классную лестницу Дёки. Сейчас вы ее увидите. Ее мы и будем монтировать. Отличается тем, что у нее 50 миллиметров утепления самой дверцы. Также она имеет, по-моему, три контура защиты тепловых. Она легкая, удобная, компактная и уж точно не пришибет никого в какой-то неподходящий момент. Ту, которую я сейчас снимал, вы видели, друзья, это цельно-металлический кусок железа, который, собственно, в любой момент мог сорваться со своего шпенделя, который держал его кое-как, и нанести увечья. Короче, по безопасности просто на двойку. Ну, наверное, это просто у меня так криво вышло. Еще раз говорю, у вас 100% лучше. Когда я ее собирал, ту предыдущую лестницу, она вроде как хорошо так подходила, все по пазикам, все здорово, но прошли годы, и она отвисла. То есть у нее появились щели, и пришлось мне делать второй контур. Вот, и я подумал, нет, сейчас уже подходим к натяжным потолкам, и вмонтировать старую, тем более она все равно не по уровню. Ну, короче, все не так, все не так, как мне хотелось бы, а хочется все-таки идеальные, хорошие, красивые потолки в этой комнате. Лестничный марш – это красота дома, все равно, как ни крути. Вот, поэтому мы сейчас пришли к тому, что ставим деки. Это крутая, хорошая, фирменная лестница. Подготавливаю теперь проем. То есть у меня проем получился 69 на 129, а лестница у меня 120 на 60. То есть, соответственно, по 9 сантиметров мне надо убрать с каждой стороны. Я что подумал, оптимальнее всего взять брусок 10 на 45 примерно, ну, на 50, но я его сейчас пройдусь рубаночком, он станет на 45. То есть, соответственно, у меня будет как раз 9 с половиной сантиметров, и, в общем, мы войдем в те самые 120 на 60 в проеме. Друзья, для того, чтобы приклеить эти бруски, я, как всегда, использую силфикс стройсистемы. Ребята, москвичи делают, в общем, очень в Реутове, в городе стройсистемы. Уже гараж построил благодаря вот этому клею. И сейчас пену вам покажу. В дальнейшем мы, когда будем пропенивать швы, я буду использовать тоже их пену монтажную. Вы ее увидите скоро. Итак, друзья, первым делом мы берем степлер. Я сейчас просто рискую, потому что он может стрельнуть где-нибудь, и все это на ламинат. Поэтому, братцы, никогда не повторяйте такое без специального целлофана на полу. Вот, и уменьшаем проем до нужных расстояний. Итак, друзья, сейчас мы будем монтировать деки, деки, стандарт термо. Самый оптимальный вариант цены-качества. Очень быстро рассказываю, как будет происходить сам монтаж чердачной лестницы. На самом деле, все элементарно. Раскрываем пакет, только не используйте, пожалуйста, нож. Или, если вы, как и я, на свой страх и риск пытаетесь его использовать, пожалуйста, будьте максимально аккуратны, чтобы не повредить термозащиту двери и так далее. Раскрываем пакет, убираем целлофан. Извлекаем входную дверь, то есть чердачный лаз. Ее надо пока демонтировать. Лишний вес нам сейчас ни к чему, потому что это все надо в проем, будет на руках, тяжело поднимать и так далее. Друзья, на самом деле, оптимальный вариант для фиксации лестницы – это два бруска, которые просто прикручиваются к основанию проема, который был подготовлен заранее. На эти бруски укладывается сама лестница для последующей ее фиксации. Но в моем случае, друзья, у меня проем выше, чем опускается лаз чердачной лестницы. То есть к ней будет очень аккуратно подключаться потом начерные потолки. Вы потом увидите, будет прикольная идея, она у меня уже в голове. Так вот, сейчас мы просто фиксируем бруски, я не знаю, на свой страх и риск, опять же, так по инструкции никто не делает, это, наверное, даже и неправильно. Я это делаю на перфоленту, но это просто для страховки. На самом деле мы будем с женой вдвоем, с Женькой, держать лестницу, а я ее буду фиксировать уже по подготовленному проему. То есть, когда я лестницу вставлю в салазке, в проем, она упрется как раз в те самые крепления, в которые уже по уровню все отстроено. И нам нужно будет только лазерным уровнем немножечко это подкорректировать. Вот. Даже, наверное, я думаю, коррекция-то особо не нужна. Слушай, прикинь, а он идеально. Вот здесь 3 мм всего лишь. Тут 0, 0. Вот здесь 3 мм вверх и все. То есть, сейчас вот здесь уже фиксирую. Поверяем угольником. Вот, чтобы везде все углы держало ровно. Это очень важно для того, чтобы дверка у нас хорошо закрылась. Смотрите. Ну вот. Кстати, возникла мысль маме сделать такой же подарок на день рождения. У нее прям скоро. И вот подарить ей вот такую же лестницу. Тем более, у нее сейчас идет ремонт. И, друзья, давайте в комментариях напишем, хотели ли вы бы своим мамам, своим родителям такие вещи дарить. Ну, просто для интереса. Из монтажа самый тяжелый момент, как оказалось, это вот сам момент присаживания ее к внутреннему каркасу. Ну, на самом деле, ничего в этом сложного нет. Это 2 секунды активного движения, и все у вас готово. Для пропенивания щелей я использую, друзья, монтажную пену, которую использовал, кстати, при установке вот этих дверей. Ребята из стройсистемы также это делают. Кстати, у них акция. Регистрируйте чеки на сайте, и тут какие-то даже вам будут ништячки. QR-коды вот есть. В общем, одеваем пену, пропениваем швы, и у нас, по сути, все готово. Останется только навешать дверь и обрезать лестницу ровно. Кстати, друзья, еще раньше я видел, вот сколько я встречал лестниц, там подрезают просто деревяшку по низу, ну, под определенными углами. То есть, ну, вы сейчас увидите, как это делается. Но у меня были сразу вот такие вот фиксаторы. То есть, мне отпиливать как-то заморочно вообще нет смысла. Я просто ровненько пильну, и тут все пластиковое, даже вон саморезики, все, в общем, у меня грамотно есть. Что мне нравится, смотрите, лестница просто висит там в воздухе, сама по себе. То есть, ничего ей не мешает сейчас, ну, то есть, она сама по себе уже держится. Она не просто не падает, как моя вот эта железная, которая норовила кому-нибудь голову разбить. Я, в общем, просто получаю удовольствие от этой конструкции. И теперь тот самый болтик с гаечкой отворачиваем и крепление накидываем на свое штатное место. Так, ну и в конце осталось сделать последние две вещи. Первое – это настроить распахивание чердачной лестницы, створки. То есть, настроить ее максимальное растворение, отворение. И второе – это установка уже вот финальных вот этих вот доборов. Итак, как это делается? То есть, если бы у нас их не было, то мы бы просто взяли бы луч отсюда. Это у нас тут 78 сантиметров. И взяли бы вот отсюда луч. Здесь у нас 75. Перевернули бы вот эту часть сюда и перенесли бы эти размеры на лестницу. Отпилили, и у нас был бы ровный подход прям заподлицо к полу. Так как у нас есть пластмассовые наконечники, то что мы делаем? Все элементарно. Нам нужно замерить вот эту сторону. Вот эту сторону. Смотрим. И она у нас 70, 76, 76. И переносим сюда. Ну, я же должен проверить теперь, друзья, что у нас получилось. Ручка, кстати, вообще просто обалденно удобная. Смотри, хоп. И пошли наверх. Итак, друзья, этим небольшим видео я хотел показать, возможно, с ошибками, возможно, где-то неправильно. Но так как это сделал бы я со своей чердачной лестницей. Мне она понравилась. Я получил удовольствие не только от сборки, но и от эстетики. Потому что лестница реально классная. Вот. Но у меня раньше такого не было. Чтобы вот таким путем можно было легко закрыть чердачную лестницу. Раньше я это делал, поддавливая так с тяжестью. Вот. Все крепко, все ровненько. Легкое, компактное, комфортное и деки. Друзья, на этом у меня все. Увидимся с вами буквально через неделю. Все, до скорых встреч. Пока. Пока.